Вы долго ждали, мы долго ждали, и, наконец, это происходит. Сегодня мы снимаем интервью с сеньор-платой разработчиком. Ребята, вы не представляете, сколько людей пинговало нас в различных источниках и интересовалось, когда же выйдет, наконец, интервью с сеньор-платой разработчиком. Нам писали в комментах на YouTube, нам писали в личку в Telegram, мне даже звонили, когда я спал. Вы не представляете, из каких компаний и какие люди интересовались прогрессом съемок данного интервью. Вот я не буду говорить компанией и людей, просто намекну. Понимаете? Или даже вот так. И в конце вот даже так, прям сегодня утром, пригиньте. Вот, поэтому давайте не будем долго затягивать, смотрите смешные моменты и начинаем. Окей, у меня такой нескромный вопрос, откуда ты это все знаешь и зачем? Медленно работает, плохие анимации, удалите эту хрень, зачем ее выпустить. И знаешь, я уверен, что я найду вопросы, на которые ты не ответишь. Да. Вот. Ну, а пока мы начинаем. Итак. Блин. Робота точно захватит мир. Давайте продолжим. Нет, вот так, туда, да. Нет, вот эта рабочая сторона. Ладно, пошутили и хватит. Всем привет. Меня зовут Флат, я работаю в компании What The Flutter. Меня все еще не уволили, и поэтому я снимаю следующий выпуск ВТФ интервью с Senior Flutter разработчиком, что не может не радовать. И прежде чем мы начнем, я хочу сделать небольшое интро. Первое, о чем хочу напомнить, данное интервью не является полным циклом найма в IT-компании. Это важно учитывать, если вы ищете или собираетесь искать работу в качестве флаттер-инженера. Ребята, имейте в виду, что мы снимаем только техническую часть. Зачастую в большинстве компаний у вас будет несколько интервью в процессе найма, и будет еще так называемая софт-скилловая часть, на которой у вас проверят ваши софт-скиллы, проверят английский, проверят, насколько вы соответствуете корпоративной культуре компании и так далее. Второе, о чем хочу сказать, прежде чем мы начнем, это о формате немножко. Сегодня мы будем брать не количеством вопросов, а качеством. То есть я не буду задавать нашему кандидату вопросы из разряда, чем отличается стейтласс виджет от стейтфу виджета, или чем контейнер отличается от констрейнт-бокса. Я думаю, что на такие вопросы кандидат, конечно же, ответит, поэтому попытаемся копнуть глубже и посмотреть реальный уровень такой технической подготовки нашего кандидата. Надеюсь, будет интересно. Если вы готовы, то погнали. Итак, нашего сегодняшнего гостя зовут Вита. Вита, привет! Меня зовут Влад, если ты не знала. Я работаю в компании What's the Flutter HR-директором. Сегодня я буду проводить наше интервью. Расскажи немного о себе. Угу. Ну, меня зовут Вита, как ты меня уже представил. Я работаю в компании ShipUp с Flutter-разработчиком. Круто, Вита. Давай немножко поговорим о твоем бэкграунде, прежде чем перейдем к самому интервью. Начнем с того, чем вообще ты занималась до Flutter, или там Flutter — это твоя первая технология. И расскажи, чем ты занималась и как вообще пришла во Flutter-разработку. Я раньше занималась бэкэндом и писала на C-шарпе. Вот так сложилось, что в институте талантливые преподаватели очень интересно рассказали про .NET, и я загорелась C-шарпом. Думала, что это чуть ли не самый лучший язык программирования. Вот. Затем был опыт у меня во фронт-энде. Так сложилось, что вот я верстала страницы, вот, экраны. Вот. Это все связано с вебом. Вот. А затем получилось так, что появилась возможность попробовать Flutter, и мне понравился Flutter, и я осталась в этой стези. Круто. Спасибо, Вита. А сколько ты вообще уже занимаешься Flutter-разработкой? Начала я разрабатывать с помощью Flutter где-то в 2018 году. Вот только вот он появился. Окей. То есть ты из тех же олдов, как и мы, в которых на сайте написано, что пишем на Flutter с 2018 года. Самое интересное, я обожаю вот эти CV получать. Пишу на Flutter 5-6 лет. До этого писал 15 лет на Android. Обожаю. Окей, хорошо. Просто это был такой, как можно сказать, тест на дурака, если ты сейчас сказал, я на Flutter пишу 5 лет. Такой, ага, давай проверим, как это так происходило. А потом, когда спрашиваешь, кстати, фан-факт, когда спрашиваешь, а как так происходило, они сказали, что мы получали там доступ к закрытой альфе от Google, и на тот момент писали продакшн-код на Flutter. Окей, хорошо. Спрошу тогда про бэкграунд. Вот ты сказал, у тебя там есть .NET, фронт-энд, бэкграунди, еще до Flutter. Это как-то помогло тебе вообще стартануть во Flutter или в целом помогает повседневной жизни или не особо? Ну, конечно, без какой-то базы, без, не знаю, лабораторных в институте и так далее, без каких-то основ было бы очень сложно начать так ни с того ни с сего, начать писать на Flutter, на Dart, используя Flutter. И я думаю, что в любом случае это как бы плюс. Есть уже какие-то в голове какие-то алгоритмы, какие-то случаи, которые можно использовать. И, в общем, вот так. Окей, ну да, было бы странно, если бы ты сказала, что вообще никак не используются, не помогают. У нас были ребята на интервью, по-моему, Свят, если помните, кто смотрел, тоже у него веб-бэкграунд Java, он тоже сказал, что, в принципе, да, достаточно полезно. Так что никогда не поздно перейти во Flutter для тех, кто еще думает. Окей, получается, я посчитал, ты говоришь, когда Flutter вышел, это там декабрь, 18-й год, получается, ты пишешь 19-й, 20-й, сейчас идет 21-й, заканчивается. Получается, ты пишешь на Flutter почти 3 года. Сколько вообще проектов было за это время? В скольких проектах там успела как-то поучаствовать? Можешь вспомнить их, когда посчитать? Да, я поучаствовала где-то в семи проектах. Некоторые были достаточно краткосрочные, а некоторые были долгосрочные. Например, сейчас мой текущий проект, он вот долгосрочный для меня, вот он с февраля этого года. А про что текущий проект, если это не под NDA? Про что? Какая область? Эта область связана с, в общем, приложением, которое помогает отслеживать людей, которые работают на стройках. Вот. Позволяет отслеживать время, когда какие-то работники входят на какую-то территорию, выходят из этой территории. Ну, в общем, такое рабочее приложение, рабочая лошадка. Прикольно, прикольно. Он такой, блин, не слышал, чтобы Flutter в таком контексте применяли. Интересно, хорошо. Тогда еще что хочу, вот прежде чем мы начнем услышать от тебя, какие ты вообще задачи... Ну, понятно, во всем, скажем так, инженерном пути, наверное, разные задачи были. Давай про последнее время поговорим, может, последний год. Какие у тебя вообще задачи, из какого рода задачи тебя просят выполнять, как Flutter-инженер? Ну, клиент хочет добавить какую-то функцию приложения, и нужно ее реализовать. Вот. Дизайнер верстает экраны, бэкэнд создает какие-то эндпоинты, какие-то колоба или другие функции, и мне нужно сверстать экраны, подключить к серверу, вот, настроить взаимодействие с приложением. То есть это, получается, бизнес-логика и плюс еще верстка, и все это... Ну, целиком фича, грубо говоря. Нет, ну, есть, конечно, не только большие задачи, есть и небольшие задачи, когда нужно исправить какой-то баг или просто поменять, там, цвет, кнопку, размер, форму и так далее. Конечно, без этого никак. Окей, понятно. Ну, про продакшн мы еще поговорим, у нас такая будет интересная секция в сегодняшнем интервью, так она и называется, про продакшн. Хорошо. В целом вектор понятен. Еще хочу спросить тоже про клиентов. Можешь рассказать про, что за клиенты, ну, не в плане, там, их имена называть, наверное, это нельзя делать, там, география, их расположение, это наши ребята, там, СНГ, или это Запад, или это вообще Азия, и на каком языке тебе приходится взаимодействовать в работе? Ну, есть разные проекты, и мне удалось поучаствовать и в локальных белорусских проектах, и поработать с россиянами, вот, с европейцами, вот. Вые проекты с американскими клиентами. Вот, текущий проект у меня с норвежцами. Взаимодействуете на каких языках? Да, взаимодействуем. Нет, взаимодействуем на английском языке, хотя бывает, что они на митингах переключаются на свой родной, вот, я сижу, немножко не понимаю, о чем они говорят, немножко неловко себя чувствую, вот. Ну, в общем-то, на английском все равно разговаривают. Окей, норвежцы хорошо знают английский, да? Или нет, или так. Да, хорошо. Хорошо. Окей, по, наверное, такому интро у меня все. Давай расскажу тебе и нашим зрителям про формат сегодняшнего интервью. смотри, как я уже говорил ранее, буквально пять минут назад, мы не будем брать тебя количеством, будем брать качеством вопросов. То есть я не буду там спрашивать примитивные вопросы по Дарту Флаттера. Я хочу копнуть глубже, чтобы, так скажем, понять, где заканчивается твоя экспертиза, насколько глубоко ты знаешь те или иные вещи. Поэтому у нас сегодня три секции. Первая секция – это сложные технические вопросы. Ну, сложные относительно, как я сказал, не будет такого там stateful, stateful widget и так далее, а что-нибудь посложнее мы для тебя подготовим. И дальше следующая секция будет это про продакшн, как я уже сказал. Поговорим про то, как это происходит. Интересно услышать с точки зрения твоего опыта некоторые инсайты получить. Я думаю, всем будет интересно этого услышать. И закончим мы вопросами-кейсами. Как я ранее упоминал, вопросы-кейсы – это вопросы, на которых нет правильного ответа. Есть, скажем, правильные вектора. Есть вопросы на мышление. Поэтому вот такой это у нас план. Ну, и, соответственно, первая часть технических вопросов, она, как обычно, делится на Dart и Flutter. Вот про это забыл сказать. Если ты готова, то можем начинать. Ты готова? Да. Так, первый модуль – это Dart. Начнем, наверное, с ООП. Я не буду спрашивать принципы ООП, хотя очень люблю это делать. И даже не буду спрашивать все принципы Solid. Мне кажется, что ты ответишь на них. Давай спрошу про один мой любимый принцип, который очень мало кто понимает, но думают, что они на самом деле его понимают. Это про D-принцип в Solid. Что можешь рассказать про принцип D? Ну, вообще Solid, наверное, тебе знакома, аббревиатура. И да, и вот принцип D интересует услышать. Принцип D в Solid означает Dependency Inversion. Можно перепутать с Dependency Injection, но это немножко другое. И он говорит о том, каким зависимостям нужно стремиться при разработке приложений. Вот. Не должно быть зависимости от конкретных реализаций, а должны быть зависимости все построены на абстракциях, таких как интерфейсы, абстрактные классы и так далее. Вот. А что это значит? Можешь объяснить, какой-то пример там привести? Зависимость от деталей и зависимость от абстракции. То есть вроде вот это плохо, а вот это хорошо. Какой-то пример. Хорошо. Вот, например, в архитектуре многослойные приложения. Все слои, они должны быть как-то связаны друг с другом. Можно создать отдельный класс, допустим, который будет собирать какую-то информацию с каких-то внешних источников и, допустим, поставлять в класс, который будет связан с представлением. И можно создать просто конкретный класс и прописать зависимости от этого конкретного класса. Можно создать интерфейс, который будет реализовывать вот этот мой класс, который потягивает какую-то информацию с внешних источников, вот, и построить зависимость на вот этом интерфейсе. И в этом случае наше приложение будет гибкое и расширяемое, потому что можно будет добавлять другой класс, который будет подтягивать информацию из другого источника или по каким-то другим способам, но интерфейс его будет такой же. Окей, теперь я понял. Хорошо. Вот из принципа dependency inversion там следует, можно сказать, это не принцип, да, это механизм или подход dependency injection. Что ты знаешь про dependency injection в Dart? Какие, может, есть до этого инструменты? Или как это в продакшене устроено? Как ты привыкла делать dependency injection и делаете ли вы вообще в проектах такое? Да, конечно, dependency injection – это неотъемлемая часть его приложения, потому что очень редко бывает такое, что наш объект будет использоваться только в одном месте, которое мы создали. Этот объект может быть также подтягивать какую-то информацию с сервера или там другие выполнять функции. Вот. И в этом случае несколько экранов будут зависеть от этой зависимости, от этого класса, объекта этого класса. Вот. И поэтому используются в Dart'е DI-контейнеры, библиотеки, такие как Flutter Simple Dependency Injection, GetIt и DI-контейнер. Я вот могу вспомнить, что видела в библиотеках. Окей. А твоя любимая какая из этих? На проектах я чаще всего использую Flutter Simple Dependency Injection. Окей. Хорошо. Спасибо. Идем дальше. Следующий вопрос. Тоже очень люблю задавать такой вопрос. Это разница между final и const. Только тебе я задам этот вопрос сложнее. Понятно, там разница final и const, я думаю, тебе ясна. А вот каково преимущество вообще использования const в, допустим, виджетах? Вот возьмем использование const, потому что ты знаешь, да, наверное, у некоторых виджетов есть const-конструкторы. Там самый, я не знаю, распространенный – это какой-нибудь edge instance и padding. И у них есть const-конструкторы. Почему нам следуют, или, может, не следуют, ты это опровергнешь, использовать const везде, где это допускается? Ну, const-объекты, они создаются единожды. И даже если мы в нескольких частях программы прописываем один и тот же padding, да, или какой-то другой объект, который объявлен из const, он не будет пересоздаваться и будет использоваться вот в том виде, как он был создан в момент компиляции. Это удобно в виджетах, потому что не будут пересоздаваться эти объекты, не будут тратиться для этого, на это не будут тратиться ресурсы. И, в общем, использовать const надо. Окей, хорошо. Я понял. Здесь вопросов больше нет. Давай перейдем к такой интересной теме, как Dart Null Safety. Dart 2.12, в котором появился механизм Null Safety, есть два лагеря. Первый лагерь разработчиков, он относится к тому, к Null Safety как к чему-то классному, то есть классный механизм помогает нам избавиться от ошибок на миллион долларов, или как они там называют, на миллиард долларов пусть будет. А второй лагерь говорит, что это трэш, зачем писать эти вопросики, восклицательные знаки, мы же не на диктанте русского языка, зачем их писать, не стоит. Тупая функция, зря ее добавили. К какому лагерю ты себя относишь? К первому или ко второму? Ну, я отношусь к тебе, наверное, посередине где-то. Я не фанат Null Safety и не ярый противник, наверное, вот в таком ключе. Null Safety действительно позволяет нам писать код надежный, потому что добавилось много проверок, в которые мы не смогли бы проверок на ошибки, которые до Null Safety могли быть только на этапе выполнения. Поэтому я отношусь положительно, тем более появилось слово late, которое очень, ну, не очень наградно, но имеет какие-то положительные для программистов моменты. Поэтому, в общем, Null Safety — это хорошая вещь. Кстати, да, совет здесь всем, кто хейтит Null Safety — используйте late просто везде. Просто используйте late. Нет, нет, нет. Нет, я бы не хотела сказать везде используйте late. Нет, это от меня, это от меня чисто совет. Это типа анти-совет, да? Понятно, что у вас все будет ломаться в рентайме, вы, скорее всего, вас уволят, скорее всего. Но если вы хейтите Null Safety, то используйте late, и будет как будто у вас нет Null Safety. Ну, я понимаю, почему люди не любят Null Safety. Наверное, потому что это действительно надо привыкать к этому. И нужно ни одно приложение написать, чтобы привыкнуть к тому, что не просто поставил проверку на Null и пошел дальше писать код, а нужно держать вне, что будет у тебя Null, что не будет Null. В какой момент ты можешь преобразовать Nullable в Nullable, да? Нет, наоборот. Наоборот, Nullable в Nullable. Да, да. Вот. Больше надо держать в голове, но это все дело привычки, поэтому понятно, что все изменения, они не приходят вот так вот быстро, и не быстро я ко всему привыкаю. Окей, хорошо. Твое мнение услышал. Тем не менее, хочу задать несколько вопросов по Null Safety. Возможно, не очень простые вопросы по Null Safety. Начнем с такого вопроса. В Dart 2.12, в котором появился механизм Null Safety, также появилось ключевое слово abstract для полей класса. То есть раньше было abstract как класс, там мы могли создать абстрактный класс с помощью ключевого слова abstract. Теперь у нас есть abstract как ключевое слово для полей класса. Знаешь ли ты, почему Dart 2.12 нельзя было обойтись без этого слова? Почему данное слово появилось только сейчас, вот вместе с Null Safety? Ну, могу предположить, что abstract для полей нужен в том случае, если поле не Nullable, потому что мы в абстрактных классах не можем задать какое-то конкретное значение, вот, и затем его, так, мы не можем задать конкретное значение, вот, и полагаешь на то, что классы, которые наследуются от абстрактного класса, будут затем использовать это поле. Поэтому мы получаем его как abstract, ссылаясь на то, что мы его будем использовать уже как Nullable уже в классах-подонках. А почему бы нам его не пометить late? Так, почему бы так нельзя было сделать? Ну, late, он имеет некоторые последствия, наверное, так сказать. И, не знаю, может быть, не в любом случае слово late подойдет. Вот. Возможно, он будет где-то объявляться в каких-то конструкторах, вот, и, ну, не объявляться, а не цилизироваться это поле. Вот. Поэтому late, возможно, тут и подойдет. Окей, хорошо. Ну, да, была бы очень странная логика, если бы у нас у абстрактного класса было бы поле late. Вопрос, а что это значило бы? Значит, что у экземпляра наследника все поля эти были бы late? Наверное... Ну, да, это не очень, наверное, с точки зрения ООП, с точки зрения такого подхода late, да, не подойдет. Раз уже заговорили про late, хочу спросить, такой вопрос тебе задаюсь. Знаешь ли ты, как late, ключевое слово, работает на уровне языка в плане, как оно, во что оно преобразовывается компилятором, и как, вот, какая магия под ним кроется? Понятно, что мы там все знаем, можно прочитать статью, как работают nowable, не nowable типы, как они компилятором воспринимаются. А вот что такое late? Как это реализовано? Может, знаешь? Ну, хочется отметить, что слово late, оно имеет, как бы, два направления использования. Вот, почему оно мне нравится? Вот, потому что, ну, во-первых, late используется в том случае, если у нас переменная не nowable, и мы ее в данный момент проинициализировать не можем при объявлении. Вот, и полагаемся на то, что мы проинициализируем обязательно, проинициализируем позже. А второе назначение late – это ленивая инициализация. Это значит то, что если мы задаем какое-то значение этой переменной, она будет проинициализирована только в тот момент, когда к нему произойдет обращение, к этой переменной произойдет обращение. Вот, поэтому, например, удобно это использовать в виджетах, в контроллерах, например, какая-то анимация или это контроллер для страниц, вот, и так далее. Вот, потому что раньше нужно было использовать initState метод для этого. Теперь можно задать значение контроллера при его объявлении, но с ключевым словом late. Вот, и он будет проинициализирован уже в билде, когда к нему будет происходить обращение. И в тот момент у нас уже будут и thing, и this is, и синт для анимации, вот. А как это работает внутри? Я думаю, что вначале значение у этой переменной now, вот, и затем, когда к нему обращается, ну, программа к нему обращается в свойстве, в геттере, происходит проверка, если значение now, то выполнять инициализацию, то есть спускать конструктор, а если она не now, то возвращать наш объект. Вот, такая реализация, по-моему, в C-Sharp, вот. Думаю, это самая простая реализация, и, возможно, такая же итерт. Типа, если, допустим, у нас late переменная, мы к ней обращаемся, и ее нет на самом деле, там обычный if, ну, абстрактно, да, на уровне машинного кода if null, и мы к ней обращаемся, exception. А если нет, тогда возвращаем. Правильно? Я тебя понял. Или нет? Так, если instance null, да, если объект null, тогда мы запускаем конструктор и возвращаем уже объект, который создан конструктором. А если instance не null, тогда мы возвращаем уже просто его. А если late не на уровне конструктора, а late просто там в файле, и она null, и мы к ней обращаемся, и, ну, она просто не назначена, то есть у нее нет никакого инициализатора, а просто вот мы к ней обращаемся. Я так понимаю, что будет что-то типа if null, и мы к ней обращаемся, будет выбрасываться exception в свойстве. Это мое предположение. Я не знаю, как это... Ну, я правда не знаю, как это работает. Вот. Наверное, так. Предположим, что это так работает. Ну, да, в Kotlin что-то типа такого. Я думаю, Dart недалеко от этого ушел, поэтому, скорее всего, так это и работает. Хорошо. Следующий вопрос, который я хочу тебе задать. Вот часто спрашиваю. В Tart два вида капилляции. Это ahead of time и just in time. Ну, давай, да, давай, наверное, ты все-таки расскажешь. А то я все время полагаюсь на какие-то вещи, что ты знаешь, а может, ты не знаешь. Давай, ответь все-таки. Чем отличается just in time Dart от ahead of time? Ну, Dart любит за just in time компиляцию. Вот. И она позволяет нам разрабатывать приложение быстрее. Вот. Из-за чего? Потому что just in time компиляция, она происходит последовательно, и она очень быстро позволяет быстро перекомпилировать те участки кода, которые были изменены. На самом деле, она происходит запуск в таком режиме. Приложение происходит в виртуальной машине, вот. Поэтому достаточно удобно на этапе разработки. А если наше приложение уже готово для тестирования, и мы можем его уже скомпилировать и отправить тестировщикам, вот, может быть, каким-то пользователям, мы запускаем ahead of time компиляцию, который в результате нам формирует файл, который будет запущен на нашем устройстве и представляет собой машинный код. Окей. Машинный код. Машинный код – код, да, понятно, который исполняется процессором конкретной архитектуры. Это понятно, да, и это тоже нужно отметить. А что такое вообще… Интересно, наверное, никто на этот вопрос пока не отвечал. Может, ты сможешь рассказать нашим зрителям, а что такое архитектура процессора. Вот в документации Дарта сказано, там, машинный код прям может быть для ARM, да, архитектуры. Какие-то три буквы непонятные. Может быть, для, там, x86 процессора. Там еще, наверное, какие-то есть архитектуры, которых я не знаю, там… Которых мы, может, не знаем тоже, как разработчики мобайл, нечасто приходится с этим сталкиваться. Может, ты знаешь вообще, что такое ARM x86, чем они отличаются, и чем отличаются процессоры разных архитектур между собой? Ну, вообще, с точки зрения программирования, архитектура набора команд называется. Это такая вещь. Архитектура команд представляет собой формат команд, которые будут поняты микропроцессором, и конфигурацию. ALU, ROMA, RAMA и FINAL FINIT STATE MACHINE. Это конечный автомат. Вообще, существует три вида… Ну, возможно, больше существует, но мне известно три вида архитектур. Это стековая архитектура, аккумуляторная и регистровая, или регистр общего назначения. Если первые две были использованы раньше, там, не в современных устройствах они были использованы, то сейчас используются в основном регистровая или архитектура, либо регистры общего назначения. Это гибкая архитектура. Вот. И вот у нее есть еще два подвида. Это RISC и CISC. Эта аббревиатура относится уже к самому формату команды или инструкции, которые будут обрабатываться, дешифрироваться конечным автоматом и запускаться в микропроцессоре на ALU. Вообще команды, инструкции — это числа. И они хранятся в памяти, в ROM-памяти, считываются, дешифрируются и запускаются. Запускаются они с данными какими-то, если нам нужно сложить два числа, умножить два числа. Вычисление происходит в ALU, а результат поступает уже в регистр, если мы говорим про регистровую систему. Так вот, эти инструкции, которые хранятся в ROM-памяти, они могут иметь разный формат. Как я уже говорила, есть RISC и CISC архитектуры или форматы набора команд. CISC было придумано раньше, в то время, когда память экономили, и это было с дорогим удовольствием. Вот, поэтому CISC, инструкции, они разного размера для того, чтобы экономить пространство. Они разного размера и разного времени выполнения. Если для одной задачи, для одной инструкции нужно три такта, для другой инструкции нужно два такта и так далее. А RISC архитектура, или сокращенная, еще называют, она сокращенная не потому, что она, не знаю, меньше команд там или так далее, или что это такое. RISC означает, что вот эту длинную инструкцию, которая была в CISC архитектуре, поделили на небольшие инструкции. Из-за этого размер инструкции фиксированный и время выполнения одинаковое. Это дало большую, это дало возможность использовать конвейер. Конвейер — это такой механизм, который позволяет нам считывать одну инструкцию, и пока будет выполняться или дешифрироваться другая инструкция, будет уже в этот момент, уже может дешифрироваться или считываться вторая инструкция и так далее. Поэтому очень значительное сокращение времени выполнения происходит из-за того, что команды инструкции имеют фиксированный размер и фиксированное время выполнения. Вот. И если мы говорим про x86 или про ARM, то ARM — это устройства, такие как телефоны, в них риск, а в x86 — это от Intel и от AMD, вниз в них находится CISC. Точнее, их команды, которые понимают их микропроцессор, они имеют формат CISC. Офигеть. Я, честно скажу, не все понял, особенно когда ты начала аббревиатуры какие-то говорить. Не, ALU там понял, а вот там какие-то две в середине аббревиатуры не совсем понял. Ну да ладно, я думаю, кому это интересно прогуглит. В целом понял, концовку понял. То есть ARM x86 отличается подходом к дорблению команд и наличием конвейера в риск. И это типа быстрее. То есть ARM процессор круче, мы можем сказать. Так, и поэтому вот Apple, они перешли на ARM и даже в MacBook. И теперь это круто, да? Я правильно понял? Ну, в общем-то, да. Но не сказать, что это единственное, там, не знаю, правильное решение, потому что из-за того, что команды имеют фиксированный размер, их становится больше, поэтому места нужно больше для них. Ну, в современных реалиях память не так экономят, вот, потому что мы можем сделать очень плотные ячейки памяти. Вот, и поэтому, в общем-то, в общем-то, да, и CISC, на самом деле, Intel и AMD не сидят сложа руки, они тоже придумывают подходы, они усовершенствуют свою архитектуру, вот. Но вот это такие вот ключевые моменты их отличий. Окей, у меня такой нескромный вопрос. Откуда ты это все знаешь и зачем? То есть это как-то нужно в продакшене? Или откуда ты вот эти все, все, что ты сейчас сказала, ты это знаешь? Ну, и сама почитываю и проходила в университете, в магистратуре. У тебя магистрская связана вот с этим, со всеми вещами, которые ты говоришь, нет? Нет, магистрская связана с памятью как раз, поэтому я и говорю, что ячейки находятся очень близко друг к другу, и поэтому возникает много кода чувствительных неисправностей, вот, но это уже другая история. Хорошо, нет, давай тут не будем углубляться, я думаю, это мозг может и подзарваться, перейдем к каким-нибудь более определенным вещам, продолжим с дартом. Про процессоры, если вам интересно послушать про процессоры, я не знаю, может мы когда-нибудь сделаем такой формат, будем приглашать ребят, которые шарят в углублено каких-то таких тонких вещах, как, не знаю, там процессоры, компьютерная графика, может алгоритмы, и будем делать с ними интервью, либо воркшоп, и говорить за такие вещи. Если интересно, то напишите, ребята, в комментах, и мы, может быть, когда Давиду позовем, и она расскажет про память. Но пока не очень хочется. Слушай, давайте продолжим. Перейдем к Flutter. Стандартный такой вопрос у тебя будет. Как устроен вообще Flutter? Flutter SDK, можно сказать. Что ты знаешь про устройство Flutter, так скажем? Ну, Flutter — это многослойная и расширяемая система. Во Flutter есть три уровня Flutter SDK. Нижний уровень, он платформозависимый, и его язык зависит от платформы, на которой мы будем работать. Средний слой, он называется Flutter Engine, движок Flutter. Вот здесь происходит уже рендеринг, здесь происходит отображение текста, какие-то HTTP-запросы, сетевые запросы, работа с файловой системой и так далее. И он написан на C++. Вот. И верхний слой Flutter Framework, с которым работают Flutter-разработчики, он включает в себя интерфейс, окно, как могут называть, которое взаимодействует с Engine. И дальше идут уже обработка жестов, анимация, затем построение виджетов, построение дерева виджетов и вот сами виджеты. Flutter предоставляет два пакета готовых, это материал и купертина, которые для... которые содержат виджеты, свойственные для платформы iOS и Android. Окей, дальше пока не пойдем про материал купертина. Тут не очень интересно. Интересно, знаешь, просто услышать про движок неожиданно. Вот мы говорим постоянно о том, что движок — это второй слой Flutter SDK, который отвечает за рендеринг. А что кроется вообще под понятием рендеринга? То есть, ну, вот мы описали как-то виджеты в фреймворке, создали дерево виджетов и передаем в каком-то виде это дерево дальше движку, как я понимаю. По крайней мере, это так должно работать. Что такое, что такого дальше особенного делает движок и что понимается вообще под понятием рендеринг глобально? Можешь объяснить как-то простым языком, чтобы вот все поняли, что такое рендеринг без каких-то сложных вещей? Ну, как это я понимаю? Вообще виджеты — это просто конфигурация, да? На самом-то деле там три дерева. Затем еще есть дерево элементов, которые отслеживают состояние виджетов, дерево рендер-обжектов. И вот эти вот рендер-обжекты, они уже подходят к тому, как будет выглядеть наш экран. Рендер-обжект — это визуальный элемент на экране. И он имеет свои границы, цвет там и так далее. И вот в таком виде они посылаются на средний уровень, да, и движка Flutter сам отрисовывает, Flutter SDK сам отрисовывает свои виджеты. Он не полагается на то, как это реализовано уже на платформе, за что и любят его дизайнеры и программисты. Вот. За то, что можно нарисовать, можно сказать, что угодно, особенно там с кастом, с кастомером, с кастомер-пейнтом. Вот. Можно за каждый пиксель быть как бы в ответе. И за это отвечает, за саму прорисовку на экране отвечает Skiya, два биографической библиотека, вот, которая еще там в 2005 году она была создана. Вот. И она, кстати, используется не только в Flutter, но и там в Chrome, в Firefox, вот, в Android. Вот. И вот эта графическая библиотека, она принимает как бы параметры, значения, точки, которые будут затем отрисованы на устройстве. Вот. Ну, как бы в конкретных пикселях. Вот как-то так. Окей. А что значит в Firefox, в Chrome? Тут не совсем понял. Типа, HTML легко отрисовывает или что-то имеешь в виду? Или только, типа, Canvas элементы, дерево, HTML, HTML дерево? Ну, я думаю, это конкретно, конкретные какие-то графические детали, которые могут быть на экране, на сайтах. Я понял. Ну, типа, вот, когда Canvas работает, там, там, наверное, какой-нибудь WebGL, и как он там, вот это, наверное, тоже под Skiya. Очень похоже просто на то, что есть во Flutter. Окей, хорошо. Про рендеринг услышал такой вопрос. Flutter, много, много в каких источниках написано, что Flutter это однопоточный фреймворк. То есть, Flutter является однопоточным. Это так или нет? Что значит, и что это вообще значит, что Flutter является однопоточным? Ну, вообще, существует такое понятие, как изоляты. И вот Dart при запуске приложения как бы предоставляет один изолят, который выполняет наше приложение. Вот. И затем можно создавать новые изоляты. Вот. И это как потоки, которые мы воспринимаем. Но существуют и платформенные потоки, которые будут уже запущены независимо от платформы. Вот. Поэтому изначально приложение выполняется в одном изоляте. Вот. И вот этот вот изолят для того, чтобы задачи выполнялись, существует Event Loop. Задачи, которые, допустим, запрограммированы и ивенты. Они выстраиваются в две очереди. И поступают на Event Loop. И вот этот Event Loop, он последовательно обрабатывает наши задачи из этих очередей. Понятно, что у нас есть какие-то приоритеты. Вот. И вот, может быть, из-за этого говорят, что он однопоточный, потому что существует Event Loop. Типа у нас есть, ну, ты же сказала, что у нас в Дарте есть много изолята. Почему говорят, что флатер однопоточный? Или имеется в виду однопоточный на уровне операционной системы? Так, на уровне операционной системы там вообще работает четыре потока, насколько я знаю. Вот, поэтому это уже на уровне как бы именно флатера, именно на уровне самого флатера. Вот, поэтому мы можем запускать несколько изолятов для того, чтобы какие-то тяжелые вычисления не останавливали нашу работу с нашим приложением и пользователь не заметил, что пользовательский интерфейс блокируется из-за этих вычислений, потому что Event Loop будет занят. Окей. Если мы не хотим использовать изоляты, можем ли мы как-то Flutter использовать для запуска потоков на уровне операционной системы? Ну, допустим, мы там разрабатываем Windows приложение абстрактно, да, у Windows наверняка есть свои потоки и ну, и свои понятия потоков у каждой операционной системы. Мы можем как-то Flutter сказать, запусти поток не изолейт, не изолят, а запусти поток операционной системы или нет. Есть такая возможность? Есть такая возможность, да, но мне не приходилось запускать, поэтому я не скажу за реализацию. Окей, хорошо. Ну, да, действительно есть такая возможность, точно. Было пару кейсов, когда это нужно было делать, правда, на мобайле, не на десктопе, но, да, тут такая возможность есть, согласен. И более того, дам инсайт, такой небольшой, о том, что быстрее, isolate, либо системный поток, если мы запускаем, по моему опыту, вот, были приложения у нас, когда мы пытались вешать сложное вычисление на isolate, это работало сильно, значительно медленнее, чем запуск системного потока, то есть через platform channels мы запускаем системный поток, системный поток что-то считает, например, это было в Kotlin, к рутину мы отдельно запускаем, которая, которая работает в отдельном потоке, в computation в каком-то, да, и потом возвращает результат. И это было сильно быстрее, чем запуск изолейтов, это так, и большое отступление. Хорошо, спасибо, Вита, за ответ на этот вопрос, давай пойдем дальше. Поговорим про тесты на Flutter. Давай такой общий сначала вопрос, что ты знаешь про тесты, нет, давай, не что ты знаешь, а доводилось ли тебе писать тесты? Да, доводилось, но я очень редко писала тесты. Вообще, Flutter предлагает три вида тестов, это юнит-тесты, виджет-тесты и депутационные тесты, вот, и мне приходилось писать юнит-тесты и виджет-тесты. Юнит, понятно, тестирует какую-то конкретную функциональность, конкретные классы, методы, а виджет-тесты, они тестируют сам пользовательский интерфейс, и можно проимитировать нажатие кнопки, проимитировать, что появится на экране, вот. Окей, а насколько вообще часто в продакшене тест, вот ты сказала в самом начале, что ты за все время писала 7 проектов, на скольких из этих проектов было тестирование и насколько по твоему опыту часто в продакшене применяется написание тестов? Ну, точно не вспомню, но может быть на двух проектах мне надо было писать тесты. Надо было или не надо было? Нужно было, нужно было. В основном тесты как-то мне приходится писать, вот, наверное, как бы с точки зрения экономии времени, экономии ресурсов, вот, поэтому как-то экономят на тестах. Не часто экономят. Ну да, это в принципе я с тобой соглашусь тоже по своему опыту, что когда клиент хочет, если это MVP, да, это первая какая-то версия продукта, никто никогда тесты не пишет, просто запомнить, разве что по приколу, или разве что может какие-то тесты на очень, на очень важные элементы приложения, чтобы авторизация всегда работала, напишут один интеграционный тест и все, и больше тестов не пишут. Но когда проект уходит уже в стадию продакшена и он продолжает поддерживаться, то тогда уже имеет смысл иногда все-таки пишут тесты. Но все равно нечасто, даже есть очень крупные проекты с миллионами пользователей, с миллионами установок на Google Play и App Store и на них нет тестов. Но зато есть несколько тестировщиков, поэтому иногда это заменяет человеческий труд. Хорошо, такой вопрос хочу у тебя спросить. Вот у тебя есть приложение. Это, наверное, уже больше вопрос кейс, но правда он у меня не относится к вопросам кейсам, но давай все равно в части Flutter на него ответим. У тебя есть какая-то архитектура на Flutter, пусть в это будет блок, и ты хочешь делать так, чтобы блок твой узнавал о том, что пользователь допустим свернул приложение или развернул приложение наоборот. Или вот пользователю позвонили, у него появляются там системное окно звонка, так скажем, и тебе надо на это как-то среагировать, что-то остановить, там, например, остановить анимации, либо, я не знаю, как-то среагировать. Какие у Flutter есть механизмы для этого, что ты по этому поводу можешь сказать? Ну, недавно мне приходилось разрабатывать экран, который должен был показывать, рассчитывать с камеры передней изображения, вот, и камера это очень затратное вообще дело, поэтому, когда происходит какое-то сворачивание экрана, вот, я деактивировала контроллер, который управляет камерой, вот, и для этого я использовала Mixin, виджет, виджет, байдинг, виджет, байдинг, кажется, так, это не суть, там, как-то он там называется, есть Mixin, и он предоставляет нам метод, который называется did change up life cycle state, вот, который обрабатывает состояние приложения, вот, и в этом методе мы можем сделать, опять же, если ты должен узнать блок об этом, то отправить в блок какой-то event, вот, или, как в моем случае, закрыть контроллер, вот, и когда, например, пользователь вернулся в приложение, также отследить у состояния приложения есть разные, это Enam, перечисления, и есть разные как бы состояния, по-разному называются, но они все очень подробные, и можно знать, когда открыл, когда закрыл, вот, поэтому я использую вот такой интерфейс. Окей, хорошо. Такой момент, еще дополню тебя немного в этой части, что, если касательно камеры, конкретно твоего кейса, тут даже не только, наверное, дело в экономии ресурсов, еще прикол в том, что ты не сможешь в свернутом виде использовать камеру ни в Android, ни в iOS, тебе операционная система не позволит, и у тебя там был какой-то камера-контроллер, который работает подкапотно через platform channel с нативной частью, и просто нативной части будет там exception, либо просто закрыт поток, потому что свернулось приложение, это еще такой важный момент. Ну да, ресурсы, но и даже в теории, если бы мы хотели, не получилось бы так делать. Слези за пользователем, да? Ну да, это из соображений безопасности. В Android 100%, так нельзя сделать, в iOS, я не сталкивался, я просто предположу, зная iOS, что подавно там так нельзя делать. то, что в безопасности приходит в Android, это уже скорее всего было в iOS. И наоборот, то, что приходят какие-то послабления в iOS с каждой новой версией, это то, что уже давно есть в Android. Это вот просто наблюдение, они движутся к абсолютно балансу. Окей, хорошо. В принципе, у меня, наверное, больше нет вопросов по Flutter. Давай перейдем с тобой к таким, ну, я имею в виду по Flutter в контексте технических вопросов. Все остальные вопросы, они как бы тоже будут по Flutter, но не в такой части. Хочу поговорить о продакшне. Вот, как я говорил, у нас есть такая секция с тобой сегодня запланирована, это про продакшн. такой первый вопрос у меня. Можешь рассказать или вспомни как-нибудь о задачах каких-то самых сложных твоих вот за последнее время, за последние полгода либо год, вот любую самую сложную задачу в продакшне вспомни и расскажи нам про нее, думаю, будет интересно всем услышать. Ну, не знаю, вот мне сложно сказать, что задача сложная, когда она уже позади. вот, я могу сказать, что задача была объемная, вот, мне потребовалось несколько недель к ней реализации, вот. Ну, например, давай так. Да, давай объемная. Наверное, вот в моем текущем проекте у меня такие самые объемные задачи были связаны как-то косвенно, но были связаны с анимацией. Я не знаю, я так иногда, кажется, притягиваю анимацию, мне вообще нравится. Вот, поэтому несколько экранов и нужно было, ну, например, вот последняя задача с анимацией, несколько экранов, которые, как бы, анбординг для пользователя, показывая, что приложение делает, как оно, я же говорила, что оно отслеживает работника, который приходит на стройку, на какой-то объект, вот, и нужно было показать пользователю, что приложение не следит за вами, когда вы дома, когда вы в магазине, вот, и это были такие анимации, в которых была карта, был аватар пользователя и показывалось, как он меняется и что мы считываем и как меняется игра. Вот, ну, вот это была такая объемная задача, которую я все еще формирую, еще не отправила, не отправила по реквест, вот, ну, вот и до этого тоже были тоже связаны с анимацией, например, вот знаете, когда есть, ну, вот в iOS, когда хочется пользователя удалить какое-то приложение, он задерживает какую-то иконку и она начинает так вот двигаться. Да, да, есть такое. Ну, вот такое надо было сделать в приложении, которое я разрабатываю. Вот, тоже это было не просто потому что, не только потому что надо было показать движение, нужно было еще, чтобы элементы были драгбл, да, драгбл на английском, они могли перемещаться с помощью, ну, жестов пользователя и они еще находились, в общем, перемещаться они должны были и с помощью пользователя, и программно, вот, и это перемещение должно было тоже быть отражено, вот. Интересно, ты сказала, что приложение понимает, что пользователь пришел на стройку и за ним не следит, когда он не на стройке, а как это понимают, по GPS-у или как? Ну, а портинга из чего состоит? Нет, 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 я имею в виду приложение, как, не приложение Flutter, а как система вот эта глобальная понимает, что пользователь на стройке или не на стройке, это по GPS или он как-то чекенится через QR-коды, или как это вообще работает? Ну, вообще, да, по GPS-у, но вообще они, да, и чекенятся тоже, вот, но это не моя сфера, как бы, ответственности, потому что у меня нету этих устройств, вот, и поэтому я не могу проверить, Bluetooth устройство распознало, что я вошла на территорию или нет, вот, но есть для этого отдельные, есть для этого разработчики, которые этим занимаются, хардверными штуками, вот, и когда человек проходит через какой-то, ну, как шлагбаум, вот, приложение фиксирует, что он зашел на территорию. Ничего себе, то есть по Bluetooth какой-то хардвер штуки подключается, ты проходишь под шлагбаумом, он такой, типа, пик, ты на территории, да? Да. А если ты, если прошел человек, и там не было у него этого устройства, то есть какая-то система сработает в безопасности, что у нас не свой, чужой какой-то настройку зашел? Ну, я не знаю, не была на этих стройках, вот, но я думаю, там все-таки есть какой-то человек, который управляет этим входом, и не даст произвольному человеку зайти. Интересно, хорошо. Окей, про задачи услышал, то есть анимации. Да, анимации, кстати, ну, Flutter богатый фреймворк на анимации, но все еще есть, соглашусь с тобой, что есть видо анимации, когда дизайнер что-то такое придумает, что пару недель и не реализуешь просто так. Хорошо. Давай тогда такой кейс у тебя спрошу. Можешь рассказать о каких-то, может, задачах, когда ты не смогла их решить самостоятельно? Вот там, несмотря на опыт, несмотря на то, что пишешь на Flutter достаточно надавно, ну, просто не смогла решить по каким-то причинам. Можешь про это рассказать? Есть ли такое? И было ли такое, что такое вспомнить прикольного? Ну, вот сразу вспоминается момент, недавно, ну, относительно недавно, несколько месяцев назад, я, наверное, неделю сидела над слушателями Firebase, вот, пользователи могли перерегистрироваться, войти в другой аккаунт, и почему-то слушатели Firebase не обновлялись, вот, они просто выдавалась ошибка, когда приходили какие-то ивенты, выдавалась ошибка, что нету разрешения, нету прав, вот, и несмотря на то, что я их и закрывала, и пыталась сказать заново, когда человек выходит, входит, я не смогла полностью решить эту проблему, потому что решение одной детали потом вливалось в проблему в другой детали, вот, и так потихоньку-потихоньку я приходила в тупик, вот, поэтому мы отложили эту задачу, вот, и через некоторое время приходит апдейт у этой библиотеки, вот, где исправили эту, наверное, проблему, может быть, это как-то косвенно влияло, я не знаю, вот, но в новом, в новой версии библиотеки эта проблема уже не возникла. А бывает такое, что библиотека что-то плохо работает, да, там, какие-то моменты, и надо ее дописать самостоятельно, или было такое вообще в жизни? У меня было? Ну, вот, у меня, кажется, тоже было, но я в итоге не решалась переписывать библиотеку, поэтому я, то ли я пыталась сама написать что-то, вот, мне связано с библиотекой, либо используюсь как есть. Окей, понятно, ты что-то еще хотела сказать? Ну, да, еще по поводу нерешаемых задач, еще к ним можно отнести пару случаев, когда, опять же, анимация какая-то, вот, хочется, чтобы клиент, хочется, чтобы было все анимированное, все, чтобы, как бы, интересное для глаза, вот, даже вот в рабочем приложении, все равно нужно как-то заинтересовать клиента, ну, пользователя, вот, и были случаи, когда, опять же, нет библиотеки какой-то, вот, и времени на анимацию не выделяют, вот, поэтому тоже эти задачи складывались, и откладывались в долгий ящик. Понятно, прикольно, хорошо, решилась само собой по библиотеке, и просто, просто откладывались. Ну, да, достаточно правдоподобные, можно сказать, кейсы, продакшене такое бывает, что что-то придумали такого, потом оказывается, что это не, ну, не то, что нерешаемо, все задачи решаемы, можно в теории и свой кроссподсорный фрейморд написать, и решить эту задачу, даже если она во флаттере не решена, но в рамках адекватности и бюджета много есть задач, на самом деле, так, ты говоришь, нерешаемые, они потом просто откладываются. А еще чаще мне нравится, что менеджеры, ну, клиент говорит, окей, давайте мы это сделаем позже. Она откладывается, и в поклоге висит годами просто, там, типа, год, два, она никогда не сделается, но все равно, чтобы чтобы не забыли, чтобы была такая идея. Когнитивного диссонанса не было у стейкхолдеров, что вот они что-то захотели и не сделали, они такие, ну, окей, может быть, потом сделаем, тебя отпугают. На самом деле, никогда не сделаем, ничего страшного. Хорошо. Про что еще хочу спросить, про продакшн. Как, хочу спросить про кроссплатформную разработку, ну, в плане, понятно, мы Flutter используем Android и iOS, давай начнем с того, что используешь ты какую операционную систему, то есть ты под Android и iOS сама собираешь, или это какие-то CICD тулы, или вообще кто-то еще третий делает? Ну, вообще, я в основном работаю с Android, потому что у меня устройство Android, вот, и, ну, были моменты, были проекты, где мне надо было и на iOS спускать, и отлаживать, потому что не всегда Android-версия будет, ну, версия, которая заработала на Android, будет работать на iOS. Никогда. Никогда она не заработает. Ну, с первого запуска никогда она не заработает. Ну, может, иногда заработает. Вот, поэтому, ну, на текущем проекте iOS тестировать мне очень редко приходится, потому что есть разработчики, которые разрабатывают на iOS, и происходит такая вот, ну, как бы взаимодополняемость, что ли. Вот, если какая-то ошибка возникла у меня на Android, я могу это исправить, ну, незаметно для того, кто разработал на iOS и так далее. Вот, и тестировщики тоже используют iOS и Android. Вот. Ну, вообще это... систему какую для... Ну, я имею в виду на десктопе, на компьютере какую используешь? Ну, и ту, и ту использую, когда нужно запустить что-то на iOS. Не, я про саму десктопную операционную систему, типа Windows, Linux, macOS. Ну, и на Windows, и на macOS. А, у тебя два, две есть. Да, да, две есть, что нужно было когда-то. Вот, поэтому я не пожалела, потому что потом очень даже выручала меня в манку. Вот. Окей, Windows, Linux или macOS, какая операционная система самая хорошая? Вот твой взгляд. Ну, просто мы сейчас хейтеры немножко под этим, подсоберем, потому что это постоянный холиварный спор. Я за macOS лично. Все, кто против macOS, напишите в коммент, что вы против про macOS, я вам отвечу, что это не так. Я чисто за macOS, других операционных систем нет просто. Ну, я считаю. Ну, есть Windows новый, да, который 11-й, по-моему. Там что-то прикольное, я почитал статейку, вот можно меня переубедить, но для меня пока что нет других операционных систем. Какое твое мнение? Я, наверное, скажу, что мне нравится и та, и та операционная система. macOS приятнее, оно, не знаю, как бы, ну, как бы отзывчивее, приятнее, вот. А Windows, оно более, не знаю, ну, как по мне, рабочая лошадка такая, я больше, чаще всего использую, ну, на данный момент, на данной дате своей жизни, я больше еще использую Windows, как бы, надежнее, вот, и для каких-то учебных задач и рабочих задач, вот, не связано с какими-то разработками, я использую Windows. Окей, хорошо. Продолжим про кроссплатформную разработку. Как вообще, вот, ты в целом сказала, что не все, что разработано на Android, потом запустится на iOS, я сказал, что вообще ничего не запустится, кроме первого, знаете, когда Flutter проект создаешь, постой, там есть каунт, приложение, вот оно запустится. И то не факт, кстати. Потому что оно может запуститься, а потом перестать работать на iOS, такое бывает. И к чему это? К тому, как в целом устроена продакшн-разработка кроссплатформная. Что я имею в виду? Разрабатываются в целом на твоем опыте сразу две версии поддерживаются, то есть мы там что-то делаем Android и сразу тестируем это на iOS, смотрим, чтобы и там, и там было. Или какой-то подход из разряда, одну версию полностью разрабатываем, а потом адаптируем. Как это устроено? Ну, это очень сильно зависит от проекта и от требований и вообще мыслей, идей заказчика. если нам нужно сразу показать какое-то приложение и у нас нету времени разрабатывать и под ту платформу, то сразу под одну разработаем какой-то MVP, если все будет супер, мы подгоним вторую. в моем случае с какими я сталкиваюсь с приложениями, они велись параллельно эти версии приложения. вот. Окей, хорошо. А какие вообще есть сложности в плане, отличается ли чем-то кейс, что мы сначала пишем под Android, потом адаптируем под iOS, или пишем под iOS, потом адаптируем под Android. я имею ввиду, с какими сложностями может сталкиваться флаттер-разработчик, если он там хочет делать кросплатформенную часть. Ну, понятно, что флаттер хорошо адаптирован, нам минимум приходится возиться с особенностями платформ, но все же, если на опыте, то я бы сказал, что особенностей много, так скажем, с которыми мы можем столкнуться, с проблем, с которыми можно столкнуться, их достаточно. На твоем опыте это что, какие это могут быть проблем? Ну, я сталкивалась с такой проблемой, что в разных операционных системах по-разному работают WebView, вот, было у меня такое приложение, вот, где неожиданные, ну, потому что там разные браузеры по умолчанию, и поэтому были проблемы с этим, вот, но вообще какие могут быть отличия, это то, что связано с файловой системой, например, это сохранение файлов на устройство, вот, тогда нужно какие-то писать строчки на Котлине или на Свифте, вот, какие-то есть тот же вход в приложение, авторизация, тоже по-разному, Google, с помощью Google или с помощью Apple, вот, по-разному они работают, вот, поэтому, отличия есть. Окей, я тебя еще добавлю про сборку, наверное, про релиз, не про сборку, про релиз и про сборку, что конкретно имею в виду, ICD дорого делать на iOS, потому что под iOS можно собирать официально, если у вас только Mac OS, так, и еще это придирчивость ревьювера, потому что если у вас не все четко в приложении, по iOS ревью с первого раза скорее всего не пройдете в App Store имею в виду, потому что все должно быть четко, должно быть privacy policy, у вас должно быть условия использования, у вас должны быть все, все требования, вот реально Apple очень хорошо проверяет, в Android нет, в Android попроще, поэтому тоже, если вы там пилите стартап, думаете, на чем писать MVP, я советую, ну понятно, общего совета здесь нет, надо оценить, о чем пользователи стартапа будут, какие операционные системы предпочислены у пользователей вашего стартапа, но в целом, если в средней выборке взять, то пилите Android, а с Android все проще, потом будете адаптировать под iOS, но при этом Android пилите на Flutter, не нативно, потому что адаптировать Flutter это очень быстро, по сравнению с тем, чтобы написать с нуля нативный iOS. Вот. Окей, хорошо, у меня в принципе все по продакшену, если, ребята, у вас еще какие-то вопросы будут квити в плане любых секций про продакшен, вот просто что-то интересное я не спросил, то пишите в комментах, я попрошу потом иногда заходить поотвечать на то, как это устроено, а пока мы перейдем к вопросам кейсам. Напоминаю, вопросы кейсов, какие-то вопросы, к которым нет правильных ответов, просто хочу услышать то, как ты мыслишь, инженерно мыслишь, это не софтскиловый вопрос, а инженерный. Сейчас вы поймете, короче, что это такое. Вот такой первый вопрос. Предположим, что пользователи приложения, почему-то вот клиентам сообщают, что пользователи приложения жалуются на низкую производительность. Вот так и пишут, типа медленно работает, плохие анимации, удалите эту хрень, зачем ее выпустить. Вот как обычно пользователи пишут в комментах в App Store, в Google Play. И тебе клиент говорит, Вита, ты самый старший разработчик на проекте, пожалуйста, реши эту проблему. Какие, что ты предпримешь, короче, в таком случае? Так, ну, производительность это очень так обширное понятие, что значит это, можем ли мы вообще изменить это или нет, вот, что ожидает клиент. Вот, но вообще какой алгоритм действий можно тут предложить? Вообще узнала, что в Store можно посмотреть, из каких устройств пользователи пишут комментарии, вот, и следить, что за система это, если в комментариях не написано, что бывают и пользователи, которые хотят помочь, и они пишут, что за платформа у них и так далее. вот, в таком случае, если мы знаем, что это платформа, мы запускаем приложение и отслеживаем, можно даже, не знаю, просто стандартным дебаггером отследить, как часто вызывается, например, билд сета, флаттер-приложения, биджеты, популярная, я думаю, проблема, когда билд вызывается очень часто, и мы даже не знаем, что он вызывается часто, это из-за какого-то сет-стейта, это из-за неправильной конфигурации контроллера анимации, вот, в этом случае надо разбираться, как это исправить, если вдруг сет-стейт вызывается без надобности, если действительно нужно обновить какую-то часть экрана, то обновлять только эту часть экрана, отследить в деле виджетов, что за виджеты у нас родители, какие виджеты могут быть дочерними, вот, ну вот, я, наверное, отталкиваюсь бы из этих вот соображений, вот. А какие у нас вообще у флаттера есть инструменты для того, чтобы чекнуть перформанс? Есть как-то таймлайн перформанс, кажется, где можно отследить расход памяти, расход ресурсов, вот, но я очень редко этим пользуюсь, поэтому не скажу. Такие вообще часто проблемы, что может клиент написать? Медленно работает и справится? Вот у меня таких случаев не было. Ну, не знаю, я когда разрабатываю, я пытаюсь предотвратить такие моменты, вот, потом тестировщик не прокатит это дело, вот, и тестировщик тоже может заметить, потому что это же не один человек, который разрабатывает и сразу выпускает, это еще столько рук пройдет перед тем, как... Бывает всякое, бывают проекты, что один человек разрабатывает, выпускает, деплоит, и сам является пользователем единственным чаще всего этого продукта, но это другие истории. В этом случае ты не будешь обращать внимание на производительность и писать себе плохие комментарии. Не факт, может, проблемы какие-то, я не знаю, ну, допустим, да, живем в среднем мире, поэтому про средние вещи говорим. Окей. Хорошо, последовательность ясна, в принципе, какой-то комментарий, чтобы дать, как бы я действовал, ну, согласен, я не согласен, в целом согласен, единственное, что, ну, я бы, первое, что ты это отметил, ну, как бы вскользь, если пользователи у нас лояльные, можно прямо с ними, не то, что они там что-то по дефолту написали, а может, у нас есть контакт, и можно связаться, вот прямо вообще поговорить, попросить, допустим, заснять видео, потому что, если у вас приложение, ну, такое, знаете, хотя бы тысячу вы имеете лояльных пользователей, сто процентов среди них найдутся, у которых можно попросить вот прямо с вами даже в Zoom конференцию выйти и показать, как это работает, поэтому я бы вот еще про это сказал бы, что очень часто бывает, что это помогает, вот. Хорошо, давай следующий такой у меня вопрос, кейс. Предположим, что у нас имеется проект, задача разработать проект, сервис доставки еды какой-то, ну, типа там Яндекс.Еда, предположим, или какая-нибудь там Глова для тех, кто нас смотрит из Украины. Какую архитектуру ты выберешь для реализации данного проекта? Так, ну, вначале надо, наверное, уточнить ТЗМ, какими функциями будет обладать приложение, будет ли чат с оператором, например? Ну, допустим, я не помню, как там, когда заказываешь. Ну, какой-то саппорт будет, пусть это будет саппорт по, нет, давай, не будет чата, простим немного, а саппорт только по телефонной линии. Чата нет. Хорошо, будет ли какая-то оффлайн-работа, нужно ли сохранить данные? Нет, в принципе, каталоги, будем считать, что каталоги еды, они часто обновляются, нет смысла для оффлайн-работы, попрощаем, только онлайн, только онлайн API, нет никакого, никакого каширования, если ты про это, нет. Хорошо, а тогда сколько у нас разработчиков в команде? Ну, пока что ты одна, ну, давай, ты и еще один разработчик, но планируем, планируем добавить еще пять в ближайших три месяца, типа, вы там начнете, что-то, какую-то архитектуру заложите, и мы потихоньку еще будем добавлять, будет суммарно пять разработчиков. Ну, в таком случае должно быть приложение с чистой архитектурой, с чистой архитектурой, и понятно, что для того, чтобы разработчики после нас поняли, о чем мы писали, вот, и, наверное, надо отметить, что есть две архитектуры, ну, есть больше архитектур, но приложение, для приложения выделяют архитектуру представления, и архитектуру самого приложения, вот, и вот чистая архитектура, это слоистая архитектура, она относится к архитектуре приложения, вот, когда есть несколько слоев, которые друг к другу связаны абстракциями, вот, dependency inversion, принцип solid, вот, и касаемо архитектуры представления, вот, самый популярный это блок, в самом деле есть еще другие, как бы, стоит менеджменты и архитектура представления, но, я думаю, что блок будет известен большему крупу людей, поэтому я бы выбрала блок архитектуры. Окей, а если бы, а если, допустим, вы стартуете, вы не вдвоем, а стартуете уже 10 человек, как изменит, ну, 10 человек команды сразу, и тебя попросили выбрать архитектуру, изменится ли вот с учетом техновых данных, которые я тебе даю, какая-то логика у тебя? Наверное, именно вот касаемо приложения не изменится, но тут надо очень хорошо распланировать, пределегировать задачи, разбить их на подзадачи, чтобы разработчики как бы могли взаимодействовать друг с другом, независимо друг от друга. Угу, я тебя понял, но на самом деле, что я бы хотел еще, чтобы ты сказала здесь, дополню, про архитектуру, ну, архитектуру общего приложения, да, понятно, вряд ли изменится, только хуже стало в плане количества разработчиков, еще более гибко нужно делать, и точно это будет чистая архитектура, многомодульность и так далее, но с точки зрения архитектуры представления, я бы тогда поменял здесь выбор в плане не блока, не то чтобы я сказал, что нет, блок не подходит, а в плане, а спросил бы как бы у людей, а на какой архитектуре мы все вместе умеем лучше всего писать, то есть я там может умею лучше всего блок, а люди всю жизнь, все остальные 9 человек писали на редаксе, они не знают блока вообще, а нам важно стартануть сейчас, мне проще одному изучить редакс, чем 9 еще, ну, ладно, редакс блок так себе пример, что они очень похожи, давайте там, я не знаю, мобикс, мобикс, немножко уже отличаются, вот они 9 человек все время писали на мобиксе, я писал на блоке, и я такой, типа, все, пишем блок, они такие, окей, дайте нам хотя бы пару недель, неделя нужна для старта, это уже не очень, поэтому на этот момент хочу тебя дополнить в этой части. Окей, хорошо, давай другой кейс возьмем, предположим, что это не какое-то такое стандартное клиент-серверное приложение с доставки еды, а приложение контроля умного дома, вот такое, то есть у нас есть какая-то аппка, с которой мы можем там включать-выключать свет, закрывать там умные замки, отключать-включать умные розетки, проверять какие-то датчики, я не знаю, и как подход к архитектуре такого приложения в твоем, в твоей картине мира будет отличаться от подхода к, не знаю, к приложению для доставки еды. Так, ну мне не приходилось разрабатывать приложение для умного дома, вот, хотя это было бы очень, было бы очень интересно, вот, поэтому, ну, тут нужно тоже вставить ТЗ, как будет происходить взаимодействие с устройствами, это будет Bluetooth, это будет Wi-Fi, это будет какое-то другое соединение, вот, в зависимости от этого. которые, наверное, тоже не сильно влияют взаимодействие с хабом, влияет на архитектуру приложения, просто еще будет какой-то отдельный репозиторий, либо это будет тоже какая-то готовая библиотека, вот, которая будет осуществлять вот это взаимодействие Bluetooth-соединения, вот, а в общем концепция приложения, наверное, будет уже так же зависеть от количества пользователей, от количества разработчиков и так далее. Окей, хорошо, что ты имеешь в виду под репозиторием для Bluetooth-а, это, типа, какая-то, какая-то библиотека, которую, которую не ты будешь писать, или что, или кто бы в таком, в такой картине, в таком кейсе писал бы вот это вот, взаимодействие просто неинтересно. Ну, вообще, я думаю, существуют библиотеки, которые реализуют Bluetooth-соединения, вот, но я глубоко в этом не разбираюсь, вот, поэтому я думаю, что есть такие библиотеки, но как оно будет подключаться к устройствам, и какие это будут устройства, и какая будет реакция приложения на эти устройства, вот это будет выделено в отдельный слой, или вот репозиторий, или вот какую-то отдельную часть в нашей своей стартной технологии. Окей, я понял. Хорошо, а какие, ну, вот такое приложение, да, как умный дом, какие тут могут быть сложности, может, подводные камни, но что бы ты сказала, вот первый митинг, да, с клиентом, какая-то самая стандартная планерка, и вот клиент спрашивает, Вита, вот скажи, пожалуйста, у нас полгода, данное приложение на MVP, хотя это много, для MVP 2, 3 месяца, мы хотим выкатить MVP, какие ты видишь, может быть, подводные камни, на что нам сейчас обратить внимание, может, как-то заложить риски, заложить дополнительный бюджет, вот, такой вопрос, ну, если это приложение, которое напрямую зависит от устройств, от хабов, от чего-то физического, вот, то тут, я думаю, риски могут быть именно связаны с этими устройствами, не с самим приложением, которым разрабатываем, а именно с физическими устройствами, вот, поэтому я бы тут, наверное, обозначила, как, где, когда мы получим эти устройства, вот, насколько они... То есть ты надеешься их получить, все-таки? Подожди, ты не надеешься получить эти устройства, а если клиент живет в Канаде, ты находишься физически в Белоруссии, то что делать? Ну, либо находить тестировщиков, которые будут по возможности тестировать приложение, вот, либо это действительно будут разработчики из Канады, которые будут проверять непосредственно с устройствами. Ну, вот я говорила, у меня же есть приложение, есть возможность входа, регистрации пользователей, когда они входят на территорию какого-то сайта, да, там же есть эти вот девайсы, которые подключаются к блютузу, вот, и их разрабатывают эти функции приложения, разрабатывают те люди, которые могут непосредственно работать с hardware. Ну, потом отдают это как библиотеку? Или как? Ну, я просто не пересекаюсь с этой частью приложения и не отслеживаю. Вот. Окей, хорошо. Да, важный момент, который, вот, не помню, ты отметила, не отметила, это тестирование, согласен, и вот важный момент, чтобы я точно это не выделял, и точно выделял бы именно это в отдельный модуль в чистой архитектуре, не в отдельный слой, в отдельный модуль, не в отдельной репозитории, потому что, скорее всего, в таком бы проекте писал бы вот эту часть взаимодействия, тестировал бы не я, особенно если клиент в Канаде, я бы сказал, что вот давайте, ребята, мы делаем Flutter Package, который вы там уже сами на своих языках, на своих протоколах взаимодействуете, тестируете это все, и нам отдаете как отдельную библиотеку, а мы уже как библиотеку подключаем это в нашу доменную логику в чистой архитектуре. Вот. Я бы так делал, не помню, ты говорила там про разбиение, но вот этот момент не уточнила, поэтому уточняю его за тебя. Хорошо. Про архитектуру немного поговорили, хочу такой вот вопрос задать, сложный с точки зрения неожиданности. Предположим, что мы разрабатывали апдейт, очередной, какой-то большой спринт у нас был, разрабатывали, разрабатывали, выкатили апдейт, и этот апдейт полностью оказался нерабочим. То есть весь продакшн вообще полностью лежит, пользователь открывает приложение, он сразу закрывается у него, и им нельзя пользоваться. Давай ты придумаешь какую-то последовательность действия, которую бы ты предпринимал в такой ситуации от и до. Вот сегодня тебе сейчас пишут в чате в стеке там в Телеграме. Ребята, у нас лежит продакшн, что делаем? Вот так. Полностью лег продакшн после обновления. Ну, сразу откатываем наше обновление, вот, а затем начинаем разбираться, кто это сделал, кто испортил. Есть мнение такое, типа, когда ищешь, кто же это сделал, а потом, блин, не помню. Короче, когда ты, оказываешься, что это ты. Да-да-да-да. Скорее всего, так и есть. Да. Короче, ну, в любом случае надо разобраться, кто разбирается проблемой, кто может как можно быстрее ее исправить. Если это я, то хороший случай, я буду сидеть и разбираться. Если не я, то тот человек будет, этот разработчик будет прилагать все возможные усилия для того, чтобы исправить это. Если это срочный апдейт, то сидеть, сколько нужно, и когда все протестировано, все работает, сразу обновляться. Если этот апдейт не срочный, то написать какой-то тест, который позволит предотвратить появление этой проблемы в будущем, возможно. поэтому вот такие действия откатывать назад, разбираться, в чем проблема, тестировать и писать тест. Окей, а подразбираться, в чем проблема, ты имеешь в виду это как-то спросить или это как-то или по коду? По коду? Подожди, а кого спросить? Ну, я не знаю, просто я-то имел в виду, что не то, что не я имел в виду, а я бы это по коду делал, в плане там по коммитам, проверил бы, какой коммит является рабочим, какой не рабочим, просто мало ли ты имела в виду, что спросить в флэке, типа, кто это сделал, чтобы сами признались. Нет, ну, я-то понятно, но просто не знаю, в последнее время у меня вот какие-то функции, ничи в приложении, они какие-то большие, и за них отвечают вот какой-то конкретный разработчик, вот, поэтому если, например, обновляется чат, вот у нас сейчас человек отвечает за чат, и он очень долго уже в этой сфере он разбирается, то, ну, скорее всего, он будет на связь. Я понял. Ну, это не то, что он виноват, он же не специально это сделал. Нет, я не правильно. Ну, просто действительно человек, который в этом давно, он будет быстрее видеть проблемы, какие-то ошибки. окей, Единственное, еще, что я бы добавил к своему ответу, первое, это определить продакшн, не продакшн проблема, вот, это я бы тоже гляднул в первую очередь, потому что бывает, очень много проблем было и будет связанных с опускацией и минификацией, что релизная сборка там использует какой-нибудь ProGuard на Android, из-за того, что какая-то библиотека, которая является Flutter плагином, то есть она платформа зависимая, в ней какие-то динамы неправильно сконвертились и все перестает работать. То есть если это проблема продакшн, то есть мы проверяем мастер абстрактно и понимаем, что проблема продакшн, то мы точно примерно уже знаем вектор, то есть там, допустим, попробуем отключить минификацию, если срочный и выкатить без минификации будет работать. Вот это первое, что я бы добавил к твоему ответу. И еще, наверное, добавил бы, в конце у тебя не было стадии увольнения вот этого человека, я бы ее возможно добавил. Но это зависит, конечно, от кейса, от того, сколько мы денег потеряли, потому что продакшн тяжело. Окей, хорошо, ну, может, ты более добрый разработчик. На самом деле разработчики, я думаю, очень ценные, и вот не обязательно это только технические тестировщики. Ну, мне кажется... Тестировщик можно его? Я согласен с тобой. Или нет? Нет, я хотела сказать, что на самом деле очень сложно, чтобы в компании была какая-то вот такая вот атмосфера дружелюбия, что ли, вот, когда друг к другу можно прицепить советом и очень, ну, так вот разбрасываться программистами и тестировщиками, это очень неправильно. Ну, я думаю, что того чувака, который, помните недавно, кто в курсе, лежал ли все сервера фейсбука, лежал на стакан, фейсбук, ватсап, мне кажется, что того чувака все-таки уволили. Ну, там, наверное, они не такие большие путевые. Там Цукерберг потерял 6 миллиардов за 8 часов. И, мне кажется, что-то мне подскажется, что все-таки того чувака уволили, несмотря на корпоративную культуру фейсбука, несмотря на ценность разработчика. Я, может, сейчас глупость сказал, потому что там, наверное, проблема была не в разработчике, но все-таки, если бы это была проблема в разработчике, мне что-то подсказывали, что его бы уволили. Ну, ладно, это шутки, конечно, так кадрами не разбрасываемся. Больше формач шутки сказал, ну, и посмотреть на твою реакцию, может быть, ты сказала, да, конечно, я забыл, я бы сразу настояла бы на то, либо я ухожу, либо он уходит на проекте. Окей, хорошо, наверное, на этом все. У меня больше вопросов нет к тебе. Ребята, если у вас какие-то есть вопросы к Вите, наверное, может быть, по продакшену, либо что-то я не спросил, а я постарался с разных сторон подойти с технической со стороны, со стороны технической и со стороны кейсов и со стороны каких-то проблем, больше узнать, как оно реально происходит. Много интересной инфы, в том числе для себя узнал, особенно про Arm, риск, циск, теперь я буду про это в лабе рассказывать и спрашивать, возможно. Если у вас еще какие-то есть вопросы, то пишите в комментах, возможно, мы когда-нибудь сделаем какой-нибудь Q&A со всеми, кто был в лабе по каким-то кейсам. Если вопросы конкретно к Вите, тоже пишите в комментах, попрошу Виту заходить иногда отвечать. На этом у меня все. А, важный момент скажу, ребята. Под этим видео набираем 500 лайков, после чего я приглашаю на интервью сетё нашей компании, вот, то есть, парня, который очень много работал, не просто сеньор флата разработчик, он работает тим-лидом в основном, то есть, он руководит полностью, можно сказать, и компаниями, и проектами, и продуктами, и еще больше, наверное, сможет поделиться всякими прикольными вещами, поэтому 500 лайков я приглашаю Кирилла в сетё нашей компании, и мы его хорошенько прособещим, и я, наверное, даже поставлю себе цель найти вопрос, на который не сможешь дать ответ. Вот так, поэтому 500 лайков и приглашаем в сетё компании, будет интересно. На этом всем спасибо, Вита, пока, спасибо большое за твое время, было круто, мне было интересно, надеюсь, тебе тоже. Пока. Первый модуль это дарт, давай поговорим сначала про, блин, чего мы улыбаемся, ладно, давай за, давай, давай не улыбаться. Ну, что-то долго там условило, блин, непонятное. Ещё вот эти вот уши. В смысле уши? А, типа их не должно быть, или что, ушей? Хорошо, объекты пусть умирают молодыми, а мы умрём старыми. На этой позитивной ночи давайте продолжим. Кто это сделал? Кто испортил? Вы долго? Вы долго ждали? Вы долго ждали? Вы долго ждали? Окей? Блин, пришло сообщение какое-то. Кто это? Кто? Кто? Руками зря, да, ну, да?